Умение жить, к этому нужно стремиться. Умение жить красиво, к этому должны стремиться вы. Почему? Потому что вас везде все обманывают. Обманывают просто так. Давайте все-таки определимся с ценами на отопление. Видите, давайте все-таки определимся. Мне это немножко надоело, когда я все это дело вам объясняю. Но другого варианта не получается. Не получается. Было бы красиво и ровно, когда у нас были бы средние заработные платы. Как, допустим, где-где-где? А, в Германии. Там зарплата немножко выше, естественно, даже чем в Италии. Они повыше прыгают. Самое забавное, что там человек может практически ничего не делать, ему дается пособие такое. Единственное, в чем возникает вопрос, это немножко проблемки с немецким языком. А так, что бы не жить, то. И когда мне говорят, что там настолько плохо, я говорю, а вы там были? Во-первых, не верьте всем телевизионным изданиям. Поверьте. Когда я был в тамошних странах, я был в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Германии. Я общался с ними. Соединенные Штаты Америки, это очень хорошая сторона вопросов. Она научилась жить в кризисах. У них кризисов этих были по самые кривые помидоры, поверьте мне. И сегодня и сейчас в Соединенных Штатах Америки живут самодостаточно, честно. И не определяемся с вот этими дивными конторскими. Там есть такая штука конторская. Контора. Контора. Выродская контора, естественно. Так вот, стандартный американец, он ничего не знает. Он живет в своем удовольствии. У него там все красиво и ровно. Вот. Он живет. Это ему нравится. Почему не жить-то, собственно говоря? Проезжай. Вот так вот. Человек не смог проехать немножко. Ну да ладно. Тема другая. И когда нам говорят, что в Соединенных Штатах Америки плохо, нет, очень даже не плохо, очень даже все там хорошо. И про демократию там ничего не буду говорить. Американцы живут для себя. У них все красиво и ровно. Но там есть проблемка, естественно, жесткая. Эта проблемка связана со старостью, с заболеваниями. То есть там медицины нет никакой в природе своей. И это дело подтвердила Жанна Фриске. Я ей все время обращал внимание, когда писал, что у меня также глиобластома головного мозга. Я ей писал, 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 но как-то не дошло. То, что лучше был бы вариант смотаться в Китай и, по крайней мере, хотя бы продление. А потом Куба. Красивая тема. Я не буду говорить о технике. И о безопасности. Но возникает дивный вариант вопроса с обманом клиентов. Вы думаете, там обманов клиентов нет? Есть. В Родиссии думаете, нет обманов клиентов? Есть. Мало того, когда я брал темодал, а это была химия. Жесть. Год. Я просто чуть не охранил. Пьешь и становится хуже, хуже, хуже. Это химия была. А я еще как блевал с нее. Первоначально, как только выпил темодал, так я же раз 25 с унитазом практически обнимался. Просто обнимался. Блевал туда. Кошмар, блин. Так вот, темодал у нас стоил в 30 раз дороже. Но есть маленький нюанс. Видотокс. Видотокс. Яды белых, голубых скорпионов. Вот они есть на Кубе. Где еще есть? А, в Иране, естественно. В части Китая, естественно. Аризона тоже есть. Пуэрто-Рико тоже есть. Так вот, пять, капельки стандартные, там по кубинской цене стоят небольших денег, естественно, в пророде своей. Они примерно стоят 5 долларов там, на Кубе. Я их там покупал, естественно. А для форинеров они стоят 162 долларов. Но с другой стороны, мы сейчас им тоже деньги даем. Может быть, и про нас они немножко по-другому скажут. Ну да ладно, чтобы было понятно. 5 долларов, да? Вот такая же. Но в Америке стоят 500 долларов. Вот еще так. Да. Твари. Вот. То есть, как бы тебе сказать, что там, что здесь, как бы, ну, не сильно большое внимание к своему населению, естественно. Что касается сегодня и сейчас, когда мы сейчас бодаемся с американцами. Если бы американцы присутствовали на Украине, у них была бы средняя заработная плата не 2000 долларов, а 40 тысяч долларов. И там они платят нормально, повернем. И если бы американцы умерли, то им бы заплатили не 5 миллионов рублей, а 5 миллионов долларов. Ну, в Америке все это дело рассчитывается, раскидывается и все остальное. То есть, там как бы вот это все нормально и просто. Что же касается наших средств. О, это вообще крутизна. Мягко так скажем. То бишь, а что за моей спиной? За моей спиной у нас 20 числа сентября месяца. На улице, как бы тебе сказать правильно, то ночью 7 градусов. А днем, ну, поднимается до 17, 18, 19 градусов. То есть, нам надо понимать, что есть такое понятие, как день равноденствия. То есть, когда равнялись зима, в смысле, когда равнялась ночь с днем. Мы вот уже прошли. То есть, уже сейчас туда вниз потекли. Естественно, возникает вопрос насчет отопления. Естественно, возникает вопрос о похолоданиях. Я уже тему закрываю о том, как нас обманывают по медицине. И мало того, с медициной у нас будет веселье час. И час разлуки через некоторое время. Лет через 5, через 10. Вот тогда начнется. Упанька. А не понимаете, что? Сегодня, сейчас последние специалисты уровня 60 лет. А как раз 10 лет передо мной. Они уже, уже через 5 лет это будет пенсия. Может быть, чуть раньше. Я же не знаю, о чем идет речь. Ну, еще 10 лет. Ну, хорошо. Плюс 15 лет. А потом? А потом? Все. Все. И даже если те люди, которые уже жили на пенсию, у них сейчас отдельные кабинеты, где они работают. Берут с вас деньги, естественно. Потому что никто же не будет работать в медицинском заведении, где мизерная заработная плата. Они просто оттуда валят. И везде, и всюду прыгают. И когда нам говорят, что у нас очень много различных врачей, я говорю, бред, сивыка был. Это обыкновенные люди, которые туда-сюда перемещаются. Я понимаю, что им хочется деньгов то. Но сколько им приходится работать? Это кошмар. Это потому, что нет нормальной заработной платы в государстве российском. Но другая тема возникает у нас в связи с холодом. Но это отдельная тема. То есть, есть такое понятие коллектор. То есть, когда идет отопление с комбинатом, оно идет по полной программе, и ровно столько, сколько им нужно. Потом оно, и мы все платим за это дело немаленькую сумму то. Ну так вот, только какую сумму мы платим, и как нас должны обогревать то. Когда говорят 19 градусов, я говорю, слышишь, что? Просто по-русски объясняют, да? Мне нравится, когда у меня температура 25 дома градусов. Мне так нравится. Да и всем это так нравится. И я готов платить за эту сумму. Я готов те же самые деньги платить за эту же сумму. Но в каждом доме у нас стоит такая шняшка, быдло-счетчик, чмо ебучее, говеное уродство, блядство и ебанутость. И здесь оно тоже стоит. То бишь, от комбината идет по нормальной цене и по нормальному количеству отопление. Оно идет, вопросов нет. Оно спокойненько идет. И вы, и я платите за это деньги. Но у вас и у меня, ну я немножко по-другому расскажу. То есть я уже сюда спустился и сказал, что, ребята, если вы сейчас будете мне мозги ссыктымить, я то возьму, обрублю и поставлю нормально. Потому что я не задавал, у меня не было вопросов. Я никогда не хотел, чтобы у меня зимой замерзал. Я не хотел этого. Твари, блядь, мерзкие уроды, блядь. То есть они с комбинатом рассчитываются. За то количество, которое вы потребляете. А ценники, которые вы потребляете, вы платите за нормальные услуги. А этого у вас не существует в природе. И чтобы это было понятно, каждый месяц горожане Магнитогорска переплачивают за услуги отопления 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей. Это на 500 тысяч населения. Это звездец какой-то, блин. И на этот звездец ставятся новые дома. Это очень хорошая штука называется. Управляющая компания. Да, да, господа мои. У меня есть несколько человек, работающих на комбинате, у которых есть контракты. Один еще дом свой не закончил, хотя у него есть контракт. Но не может закончить дом. А эти щелкать дома, щелкать дома. Ну, представляете, да? Ну, даже если сильно распилить, то, грубо говоря, за один месяц вы оплачиваете 4 домика. Ну, таких очень серьезных. По 25 миллионов рублей. Серьезные дома. Ну, хорошо, давайте поменьше. Делим все это дело и 8 домов. Подешевле. По 7 с половиной. Это мы переплачиваем. Кому переплачиваем? Управляющим компаниям. Вообще клевая ситуация. Вот в моем подъезде управляющая компания, которая забирает нашу воду, забирает ее из моего подъезда. Такой срач. Почему бы все это дело не привести, не довести в порядок? Хорошая тема, да ведь? Но этого не делается. А мы туда частенько заходим. По одной простой проблеме, естественно. Как сказать? Это стайки. Они должны быть у всех. И если честно, то это очень хорошая тема. Потому что сейчас мы не будем о других вещах говорить. Но то, что готовится своими руками, мне лично больше нравится. Я очень редко захожу в сетевики. Зачем? Я захожу туда, скорее всего, за... Зачем? Очень неплохая штука под названием рис. Во-первых, пузо для тебя не раздувается. Во-вторых, очень хорошая тема. Красивая, ровная. Там очень много всяких полезных удовольствий для тела. И в нормальном сетевике, при огромном богатстве выбора, я беру всего, ну, процентов, наверное, один. Точнее, нет. 0,10% того, что я беру. Я голову включаю. Если бы голова не включалась, я был бы в полной сраке. Но голова есть. Потому что голова у меня включилась именно тогда, когда это дело-то было в Советском Союзе. И в свое время вопрос такой задал. Леонид Ильич Брежнев. Экономия называется... Экономика называется... Экономия называется... Короче, если вы не будете на себе экономить, ни хрена у вас не получится.